Вашингтон В Станице Луганской отведут украинских военных на километр. Сейчас идут подготовительные работы. Разминируют территорию, разбирают укрепления и отводят боевую технику. Но местные жители не хотят, чтобы наши войска отходили с занимаемых позиций. Войска здесь отводить нельзя. Потому что эти орки начнут лезть сюда по-наглому. Я знаю этих людей примерно. То, что там пришло, это которые вдруг почистовали себя хозяевами земли, хотя это было ничто. Вот какая-то машина там наверху стоит. Мне там говорят, что они вообще хотят таможню какую-то строить и так далее. Таможня фейковая, таможня фейковой республики. Примерно так. Подготовку начали, несмотря на то, что боевики так и не соблюдают полностью режим прекращения огня. Хотя об этом договорились в Минске. Евросоюз поддерживает Украину в ее споре с Россией в рамках Всемирной торговой организации. Замминистра аграрной политики Ольга Трофимцева сказала. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что в скором времени ЕС направит в ВТО письмо о намерении присоединиться к Украине в претензиях к России о торговых и транзитных ограничениях. Рост цен и бедность вызывают у россиян беспокойство. Недавний опрос показал, доходы населения опустились до уровня пятилетней давности. Статистика показывает, среднемесячный достаток каждого – чуть больше 30 тысяч рублей. Если сравнить с докторией с 2013 годом, только по официальным данным, продуктовая инфляция составила почти 43%. Причина роста цен – международные санкции, продовольственная эмбарго и резкая девальвация рубля. Со снижением покупательской активности падает и уровень жизни россиян. Эксперты предупреждают – восстановление экономики будет длительным. Кандидат в президенты США от демократической партии Хилари Клинтон опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа на 5%. 43% респондентов поддерживают ее и 38% соперника. А 19% опрошенных заявили – не выбрали бы ни одного из двух кандидатов на пост президента США. Напомним, зрители на первых дебатах присудили победу Хилари Клинтон. Аналитики отмечают – этот успех вернул бывший главе Госдепартамента лидерства в президентской гонке. Месяц назад ее рейтинг пошатнулся из-за состояния здоровья и успешной агитации Трампа в ряде штатов. Следующие дебаты между Клинтон и Трампом пройдут 9 октября, а четвертого будут прения кандидатов на пост вице-президента.